Чувственно, да, но не так далеко. Поэтому, исходя из наших особенностей, да, в строении головного мозга, ваша склонность, четыре раза вы больше говорите, чем мы мужчины, ваша дневная норма поговорить, вот если подруга я пошла, говорила, пришла домой еще с ней поговорить, вот это сколько можно, слушай, по телефону трепалась, подруга говорила, еще со мной хочет говорить, я устал, я не могу. Так она еще не договорилась. Она еще не договорилась, да. И когда мы знаем эти особенности, и мы выполняем себя, ведем соответственно своим назначениям, своим телом, своими особенностями, тогда все классно получается. Я женщина, я наполняю внутренний мир женской энергией. Нам нужны денежка, здорово. Что я делаю? Я заряжаю мужа нужным топливом. Я говорю, ты у меня кораблец, гордец, молодец, ты у меня самый классный. Даже если он там заработал копейку, приходит. Ну ничего, Вася, сегодня копеечка, а вчера вообще ничего не было. Ну что, слушай, ну, завтра принес вообще ни копейку. Она говорит, ну ничего, тоже хорошо. Значит, нам надо похудеть. То есть будет повод, будет на диету сесть под вяжем мышками. Мы давно не голодали, понимаешь, нужно почистить, организм будет тоже здорово. То есть мудрая женщина, она всегда говорит, что ты у меня молодец, храбрец и гордец. То есть она своим мужем гордится. Что мужчина делает? Если женщина говорит, что ты храбрец, молодец, что она говорит? Что нам хочется? Хочется, что мир подняет на нас все. Она в меня даже верит. И когда мужчина идет на работу, у нее проблемы. Но он знает, что же, и у нее проблемы есть. Он говорит, ну, жена-то меня верит, как я могу же лицом грязь ударить. Жена ждет, что я буду атаманом, я буду директором фабрики Рошен. И я делаю это, несмотря на то, что я чувствую поддержку. Плюс энергетически, то есть эмоционально, плюс энергетически. Женщина, вы ведунья. Женщина, ведунья. Вот это слово ведьма, да, вы знаете, которая сегодня поменялась. Ведьма, это плохо. Из ведунья сделали ведьму. Это ведущая знаниями. Ведунья, ведущая ведьма, ведущая мать. Ведущая мать. То есть та, что знает. Так же, как и веста, невеста. Да, невеста, значит, которая ничего не знает, а веста, которая знает, что нужно для семейной жизни. Все перекрутили с этими изменениями духовными, которые 2000 лет назад произошли. И когда мы делаем все, что мы должны соответствовать нашим способностям, тогда у нас все получается. Я заряжаю мужа своими знаниями, своей энергией. Муж идет и пашет, и приносит все дела, что нужно. Все у нас есть. Всегда помните вот этот пример. Копалочка, женская копалочка. Потому что во внешнем мире ваша выкопалка. Маленькая, детская. Даже я не закончил по эмоциям, что вы несете, вы вышли. Почему неэффективно вам работать на улице? Потому что внешний мир – это война, это грубость. Поэтому мужчиной закрыта сердечная чакра. Поэтому он одноканальный. Он сконцентрирован на достижение цели. А для вас важно состояние, эмоции. Когда дом, он говорит, надо дом. Ну, мужик пошел, закатил рукава, принес дом. Вот тебе дом, результат. Надо смотреть на результат. А ты говоришь, что у меня результат? Слушай, мы тут в это время ругались, сварились. Я понимаешь, мне все дома-то тоже не нравится. Столько проблем с ним, понимаешь, было. А он, что, слушай, дом же тебя, ты хотела дом? Вот тебе дом, что тебе надо еще? Да, я пахал и сутки пропадал, потому что ты же хотела дом, понимаешь. Я же хочу, чтобы это классно было. Не важно, как мы с тобой говорили там, как мы с тобой общались, как ты там три точки мне дарил, как ты там песенки мне пел там, или признавался мне в любви. Сам процесс важен, да? А у нас другое. Поэтому женщина не лезет во внешний мир. Пошла я, проблемы в внешнем мире возникли. Где-то кто-то накричал, кто-то ряпнул, кто-то крикнул. И что? Я эти эмоции куда несу? Домой. Мужик работу домой не несет, потому что он только принес ее. Жена раз переключила, другой тоже здесь. Он только может и давно думать. Либо дом, либо работа. Дом, работа. Жена поцеловала, обняла, все классно. Все у меня хорошо, какая работа, все так здорово. Завтра утром за ночью, она говорит, другой работа. Вот тебе хлебушек, вот тебе костюмчик, все, на работу. Теп-теп-теп, иди денежку зарабатывай. Пришел опять, тик-тик-тик, перегрузила. Женщина пошла на работу, загрузила свои мозги. Кто-то что-то сказал, где-то обидели. Клукоса посмотрели. Ой, а та сволочь такая окрашенная. Так она не сказала, что у меня, говорит, маникюр ей не понравился. Слушай, ты что ты думаешь, у меня маникюр похож на? И я иду, и она приходит домой, и она с этим живет. Она живет с этим, да? Отсюда и проблемы. Почему? Да, как бы, вроде я дома. Во-первых, пришла уже никакая, растрепанная моя эмоция. Эмоция, часть меня там, что дома остается, процентов, дай бог, 10, 15, может, 20 в лучшем случае остается. Я нахожусь здесь, а муж не чувствует, что это здесь есть. Где моя любимая жена? Я не заряжаюсь, муж не заряжается. И чем он зато будет работать? На полубаках, с недкачатым бензином. А потом мы говорим, почему в семье у нас проблем, почему денег нет в семье? Потому что нет жены. Женщин, на вас серьезный ответ. Потому что вы заправляете, вы все заправляете. Если не заправишь, ничего не будет. И никуда не деваться с этим. Все очень просто. И когда женщина, когда мужчина видит в себе такую заботливую женщину, которая наполняет его этой солнечной энергией, то он горы перевернет. Жена, которая любит его, которая уважает, говорит, ты у меня самый лучший, ты у меня самый классный. Да он для нее все, что хочет сделать. Даже если он не может это делать. Потому что нам говорится, что женщина может и даже самого пьяница сделать профессора. И наоборот здесь профессора сделать пьяницу, если она его не будет уважать. Ты у меня никто, ты вообще-то свинья полнейшая. Кто это, Вася, ты что ли? Ты там у меня профессор, да ты что-то возьми на себя. Что такое? Возьмите на него папку. Ну папка всегда у нас такой. Что его там с него взять? Ну это же папка наша. Неуважение. То есть все в женских руках. Даже сегодня возьмите америкосов, которые, хотя они все материальные бизнесмены, но тем не менее осталось что-то у них хорошее. Они не выбирают президента или сенатора, если у него нехорошая семья. Если у него жены нет. Потому что что? Он понимает, что он не будет заряжен энергией. Жена, он не будет думать о работе. Он будет думать о других делах. И у него не будет энергии. Все очень гармонично. А сегодня в наш век мы пытаемся феминизм. А знаете, феминизм появился? Феминизм в Америке как появился? За счет чего? Все проклятые эти бизнесмены, которые думали о том, как денег побольше зарабатывать. Раньше женщины в Америке до феминизма, когда в 60-х годах началось, мужчины работали, они зарабатывали денег. И до сих пор мужчинам платится больше денег. Потому что, чтобы он был кормильцем. Да? Чтобы эту роль. Но эти бизнесмены, такси, которые заводили, чтобы денег выбрать, больше денег в казну. Они сказали, окей, давайте-ка мы сделаем ра-ра-праве. Пускай женщины могут работать только же, сколько мужчины. И, соответственно, мы будем с них брать такой же налог, как мы берем с мужчин. То есть они тем самым сделали, увеличили налог в два раза. Приход в казну, раньше не брали только от мужчин, потому что только мужчины работали. Да? Считалось, что мужчина, а девочка, им не выгодно сказать условия, чтобы они не работали, потому что, ну, им мало платили. И поэтому все больше на все на мужчин ориентировался. Но сейчас они разрешили. Говорят, окей, что, мы женщины, за права такие же мужики, почему же нет? Поэтому мы им столько же даем и налоги такие, двойные налоги. То есть вот эта штука хитрая была, сделана для того, чтобы увеличить казну. В Америке начался феминизм. Не надо далеко ходить, надо ничего придумать. Просто смотрим на тех, кто уже сегодня живет тысячелетия, и как они живут. Где исконные семьи, как они живут. Посмотрите сегодня, какие отношения, какие у нас в нашем обществе Европа, Америка западная. Мужчинки, или мужеподобные женщины. То есть меняем, сорляем. Почему? Потому что потеряны исконные ценности. Возьмите Ислам Азии, где исконные ценности. Там нету мужчинок. Там есть мужики. И нормально есть женщины, которые знают свои обязанности. В Индии женщины не работают. Как правило, если только там, есть некоторые штаты, правда, где они работают. Женщина занимается, она сидит дома. Она дома, она дома. Не значит, что дома вообще это. Женщина тоже сериализовывает во внешнем мире. Но она понимает, что ее основная деятельность, это семья. Здесь она самая сильная. Не только, что она должна в клетке сидеть. Тоже можешь себя здесь сериализовать, заниматься там йогой, какими-то посиделками женскими, да что угодно, но не в ущерб семье, когда у тебя освободилось время, а от семьи. Все это нужно, это будет тогда, когда мы есть правильное понимание о мужской, женской обязанности, исполнении своего назначения. В этом вся суть. Посмотрите, вот у нас, я говорю, природа. Природа, животный мир, они исполняют свою карму без проблем. То есть они чисто тупо исполняют свою карму. У них нет возможности выбора. Птичке нет выбора летать или там ей плавать. У нее карма, у нее сознание, у нее дремлет. Поэтому они четко отрабатывают свою карму. Поэтому у них все есть. У них нет проблем, где найти корм, где гнездышко сведет, половинку свою вторую найти. Нет в природе таких проблем. Нет. Природа все регулирует. У нас у человека, который умный, и, казалось бы, все должно быть, у нас этого нет. Почему? Потому что мы выбираем. Мы выбираем неправильно. Не то, как у нас оставлена натальная карта, где мы куда должны идти. Окей? Что делать и когда делать. А мы себе выбираем, так нам захотелось. И, как часто, не соответствует нашим назначениям. Отсюда и проблемы. Пытаясь денег заработать, денег нет. В чем дело? Да потому что ты не тем занимаешься. Деньги есть, только надо пойти их взять. Надо заниматься своей работой. Ты хочешь быть математиком, а ты должен быть художником. Вы художником, тебе денежка предпосабливает. Потому что здесь ты идешь, ты стал художником, тебе дали денежку, заработал. Здесь ты свою жену встретишь, здесь у тебя будет дом, здесь у тебя будет хозяйство и так далее. Все же есть. Только тебе надо идти туда, своими ножками, трудиться. Но туда, куда тебе нужно идти. В принципе, вот так. Хорошо, с чем вы ходите? С чем вы ходите? Что берете? Хорошо. Я думаю, когда-то еще спустя. Завтра у нас будет, да, завтра у нас будет тема, кстати, сейчас разыграем, если интересно кому, разыграем одну путевку на live coaching, бесплатную live coaching. Завтра будет у нас, как правильно, завтра мы рассматриваем тему, как, очень хорошая тема, не только для тех, кто одинокий, но для тех, кто тоже женат, как правильно строить отношения семейные, как начинать со знакомства этапов и далее. Самого первого этапа. Те люди, которые уже в отношениях, им тоже это будет полезно, потому что, если вы уже в отношениях и можете сделать ревизию, познать, все ли правильно у вас было, как дом строим, да, говорю, фундамент, зачистка почвы, фундамент, простойка, стены и так далее. Если что-то мы видим в ревизии, что-то сделали не так, мы можем откорректировать, чтобы потом дом не сломался, когда будет испытание. Потому что когда сложно, тогда все и рушится. Когда мы видим, крыша течет, стены крушатся, поэтому лучше сделать это заранее. Вот, будет задаток поэтапно развитие отношений. Окей. Итак, что вы с тобой еще раз всем ушли? Что-то хорошее взяли себя. Внимательно слушал. Я, у меня такая тема, я потом, я сейчас принял, да, все. Здорово. Как бы все разложил по каким-то полочкам. Класс. А потом оно у меня само все структурируется. Постартируется, да. Да, да, да. Завтра я утром уже проснулся. Да я уже, в принципе, знал. Класс. Рекомендую, чтобы лучше все усвоилось, прослушайте еще раз аудио. Но это, правда, не сразу будет. Хотя бы, если вы записали все, прочитайте. С кем-то обсудите. Знания тогда усваиваются, как я уже говорил, когда вы с кем-то кому-то рассказали. А потом еще обсудили. Тогда уже останется намного больше. Да, да, да. Что если я так в себе оставил, 10 процентов, дай бог, останется. Да, записали. Затем еще. Кому-то рассказал, обсудил, а еще кого-то научил, то все. А когда ты кого-то учишь, все ты уже знаешь. Это уже у тебя знание превращается, окей? That's it. How it works. Вы с чем? Дети? Ну, я, как можно сказать, продолжила вчерашний процент. Да, процент. И мне техники понравились. Вот последнее мгновение. Понравилось мне познавательно. Почувствую, поможет вам? Поможет вам? Думаю, да. Да? Дима, два. Еее. Так, вы не сразу были, но вы спросите, что у вас? Ну, я вообще думала, что он был более такой серьезный в плане, не просто там нам кто-то что-то сделал, я думала, что здесь будет более детальная разборка. Личные. Личные, да, каких-то таких моментов. Терапия типа будет? Ну, что-то типа этого, да. Но в процессе, то есть даже вот эти техники, все-таки я их и понимала, часть знала. Но мне, я уже потом в процессе обсуждения поняла, что у меня есть виды, которые вот в моей семейной жизни, уже с мужем даже, да, я просто поняла вот насчет болезней. Вот я в последний, вот в прошлом году очень сильно начала болеть. А я все время пыталась мужу привлечь свое внимание. Ну, пожалуйста. Там, ну, что-нибудь сделайте. Личная выгода называется. Да, и теперь я понимаю, что действительно мой организм пытался привлечь его внимание. Да, да, да. Ваша психика, да, этого хотела, да. И вот даже заради этого осознания, то есть, ну, я просто поняла причину. Здорово. Здорово. Дай. Намасте. Ребята, у меня есть пару книжечек, если кому-то будет интересно, я их хочу просто подарить вам. Здесь вот в этой книжечке есть рассказ-то тема, это ведительство-ведительские знания о том, вот на картинке рисована, что мы есть душа, для чего мы здесь приходим, что с нами приходит и колесо санскары, что нужно делать для того, чтобы его прервать. А здесь йога-карма, дебхакти-йога, это развитие вселенской любви, если мы сможем озабить вселенскую любовь, тогда все будет важно. Посмотрите, если кому-то затыкается, там по названию. У меня есть такие, у меня есть четыре книжечки, если вам интересно. И сейчас мы разыграем одну путевочку. Так, вот так, вот так. Так, садитесь, сейчас мы разыграем. Давайте, мы их бросим на пальцах. Как мы делаем? Значит, мы раз, два, три бросаем на одной руке пальцы, сколько один, два, сколько там пальцев попадет. И начинаем считать, допустим, с меня. И на кого попадет, тот получает путевку. Если где-то уже выиграл, вы уже пропускаетесь. Я предлагаю, да, я предлагаю бесплатно, да, лайф-коуч-сессию. Знаете, что такое лайф-коуч-сессия, да? Да, бесплатно, лайф-коуч-сессия. Окей. Задайте себе, пожалуйста, вопрос, для чего вы хотите получить лайф-коуч-сессию для себя. Да, задайте вопрос. И если это для вас очень важно, то я думаю, что Вселенная вам поможет это сделать. Вот для чего вам нужна, какой вопрос вы хотите найти ответ на лайф-коуч-сессию? Окей. Попробуйте свое внутреннее я попросить против. Мне нужно же такой-то вопрос. Я готова. Давайте. На одной руке выбрасываем, кто сколько хочет пасе. А можно я не буду сейчас? Да, хорошо, не проблема. Да, те, кто хочет, кто будет сейчас? Давайте выбрасим пациент. Раз, два, три. Почитайте. Пять, восемь, одиннадцать, двенадцать. А вы не говорите. Двенадцать. 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 Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Какой у вас запрос был? Запрос по предназначению. Запишите, пожалуйста, мой адрес. Ведодом.com. Набирайте веб-сайт vedodom.com. Vedodom.com. И вы попадете мне в контакт. И там сделаете заявочку. Как его зовут? Альбомир. Альбомир? Альбомир. Альбомир. О, классный. Альбомир. Здравствуйте. И напишите там, что вы были на занятии сегодня. Это как отпускать прошлые обиды. И что у вас есть бесплатная ложка общества. Ведодом.com. Веб-сайт. Набирайте. И вы попадете ко мне на страничку ВКонтакте. И адресовывается. Ярослав Мудр-Воронцов. Ярослав Мудр-Воронцов. И напишите там. Завтра, друзья, кому интересно развитие семейных отношений. Кто хочет сделать ревизию того, что у вас есть. И в правильном направлении. И как-будто другому рассказать. Приходите. Завтра. В то же самое время будет. Тоже самое полянка. Вот. Так вот. Завтра я выезжаю. Завтра я долго не буду. У меня поезд в 8 часов. Скажите, а вы говорили, что у вас сейчас есть? Правильно? Да, да. Конечно. Кому понравилось, скажите. Я подпишу вам. Да. У меня есть. Да. Это действительно интересная очень тема. Да. Если можно. А. Смотри, если вам интересно. А. Могли бы пописать сразу? Да, конечно. Какое вы хотите? А. Если можно, то это действительно мне интересует. Это очень странно. Ох. Пригод. Я так поздно пришла. Хорошо. Да не очень. Хотелось бы раньше, наверное. Ну, ничего. Я говорю, хорошо, что вы вообще пришли. Как бы. Ну, вы знаете, когда на мою. А. Как-то идти. Алена. Алена, да? А. Окей. А. Номер полянки подскажите? А. Да. Не, я тебе лучше запишу отдельно. Да, да. Да, да. Да, да. Благодарю. До свидания. Если будет опрос, я могу завтра задать, да, я так понимаю? Да, да. Конечно, 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 нельзя. Да. 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 Так. Так. Ничего. На информацию не влиялось. Я думаю, может, уже запись закончится. Так, сегодня у нас четвертая. Не знаю, шестая, шестнадцатая. Нет, не закончилась. Нет, это закончилось. Нет, это закончилось. Я думаю, что это уже не достаточно. Все снимать не нужно больше, да? Да, да, да.